Просмотрим теперь отрицательное две-тричастие. Оно имеет следующие аффиксы. Пайн присоединяется, если основа заканчивается на глухие и согласные. Вайн на гласные. Вайн на р, ой, л, р. Майн на сонорные и носовые, то есть м, ан, ан. А за пайн, например. Не открывая перевод. Коврюн мейн. Не поворачивайся. Отрицательное две части. Коврюн мейн. Дословно переводится стоял, находился, был, не обучаясь. Соответственно, положительную форму можно перевести, убирая отрицательный аффикс. Лейн. 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 Труан. В этом случае возможен перевод из отрицательного значения в положительное, не теряя смысла. Но есть некоторые случаи, при которых положительная форма не переводится в отрицательную путем присоединения аффикса лейн. Разберем эти случаи. Первое. Диепричастие на а плюс вспомогательный глагол дэргэн со значением начала или законченности действия. Например, Номджиберген. Начал читать. Прямой перевод положительной формы в отрицательную в этом случае невозможен. Почему? Попробуем это сделать. Номджиберген. Номджиберген. При переводе в отрицательную форму вспомогательный глагол дэргэн теряет свое вспомогательное значение и приобретает свое самостоятельное значение. На русский язык переводится как отдал, не прочитав. В этом случае в отрицательную форму перевести не получается. Второй случай. Почитаем диепричастие. На а плюс албр албас Плюс вспомогательный глагол албр албас Как вы уже ранее разобрали, возможность выполнения действия. Качественное выполнение действия. Разберем тот же пример. Ломджи албас Плохо читает. Читает плохо. Не может хорошо читать переводится. Если перевести его в отрицательную форму, то самогательный глагол приобретает основное значение. Номджи албас Номджи албас Плохо читает. Номджи албас Отрицательную форму в этом случае не получается. Дословный перевод будет не берет, не читая. Поэтому в этих случаях Прямой переход от положительной формы в отрицательную невозможен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...